Привет, друзья! А это вот у меня значок... Нет, вот здесь, это я вижу себя наоборот здесь на экране. Это вот значок Института машиноведения Академии Наук, Российской Академии Наук, где я работал в лаборатории биомеханики, и в этом институте работал ведущим научным сотрудником одно время. А мой друг большой, Академик Фролов, Константин Васильевич, был как раз-таки директором этого института. А видите, у него геройская звезда. Это ему, значит, тайно наградили, потому что когда... Это такая была история. Значит, буран, буран, космический буран, должны были запускать. И вот Константин Васильевич был там членом комиссии, и он высказал свое особое мнение, что нельзя его выпускать сейчас, потому что там есть технические ошибки. Представляете себе политбюро, представляете себе ситуацию. Это же было такое мужество. Дата была назначена, а он вот написал вот так. А потом, когда определили, что там действительно были ошибки в тот момент, они потом, значит, наградили его тайно героем Советского Союза. Никто об этом не знал, но потом узнали. Это был выдающийся человек. И в этом институте машиноведения работал мой друг, и он сейчас работает, мой друг, Палилов, профессор. Профессор Палилов, он по существу технарь. У него много монографии, много там технических инноваций, и он там был, и сейчас заведует всем студенчеством, создаёт конференции, там на дистанции лекции читает, мой друг Палилов, Сашенька, да. И он поэт, он поэт, он пишет стихи обалденные, это просто удивительно, какие хорошие стихи он пишет. Вот, и там Петухов, Серёжа Сергея Валентиновича, был начальником лаборатории биомеханики, о котором я писал в первой своей книжке в 90-м году «Ключ к Сибири». Да, ну, короче говоря, сейчас о космонавтах, потому что всё техническое, что там происходило и происходит, институт машиноведения, конечно, в этом участвовал. И вот о космонавтах, и об этих эзотериках, и об этих экстрасенсах я обещал вам рассказать, и сейчас расскажу, как испортила жизнь будущему космонавту, который так и не полетел, и Саулу, Юрий. Эти самые экстрасенсы. Потому что «Звёздный городок» тогда, вот я говорил, Мария Лаврентьевна, она притягивала, как магнит, там все люди в СССР, которые пытались себя показать, что они там изобретают какие-то новые способы чистки организма, и другие способы всякие. Она их как бы притягивала, и она приглашала, потому что она очень интересовалась всем этим, и вот первые такие вот у них были, ну, очень много роликов было тогда, ну, там не такие ролики, как сейчас были, ну, очень модно было, вот, например, они ездили там в какие-то экспедиции, они собирали мумиё, очень пропагандировалась тогда мумиё. Да, мумиё. Ну, вы можете почитать там в интернете. Мумиё. Вот. Ну вот был Юра Иосовой Лав. Он в отряде готовился быть космонавтом, очень интересующийся человек, всем новым, всем новым. И, значит, случилось так, что как раз-таки туда заехали по приглашению Марии Лаврентьевны Поповича, звёздный городок, две сестры, две сестры. И они всех убеждали, что они умеют телепатироваться с Талютой, это такая какая-то планета, и читают оттуда сигналы, каждую ночь записывают, у них прямо талмоги были, они записывали вот эти сообщения, и они убеждали всех, что они умеют, значит, руками определять, делать диагностику. И вот как они делали диагностику? Значит, человек сидит, она вот водит там руками вокруг человека, а другая сестра там рядом стоит, и ей как бы импульсы посылает через Талюту. Ну, это вообще удивительная штука. Сейчас вместо этого есть рейки такое. Человек стоит, водит руками над головой другого человека, и как бы из космоса, из Вселенной посылает энергию ему, или он ловит эту энергию, как бы всё взаимосвязано, он настраивается и водит так руками. И этот человек так раз и входит в состояние. Рейхи называется. Я вам потом расскажу, если вас заинтересует, на чём это построено. На самом деле, никакую энергетику они там не ловят. А я вам расскажу, что мозг сам генерирует некоторые волны возбуждения в моменты ожидания. Ну, короче, расскажу я вам это в следующий раз, если вас заинтересует, вы напишите. Но дело в том, что как раз-таки у Юры предполётная ситуация, он находился в этой обстановке, и у него был определённый режим подготовки, питание определённое. И вот была такая ситуация, я как раз в этот момент там звёздом работал в Центре подготовки космонавтов по приглашению. Создавал модель невесомости у космонавтов в земных условиях, чтобы он быстрее адаптировался к этому полёте. И вот произошла эта ситуация. Вот эти две сестры, поскольку они всех убеждали там, что они умеют, значит, диагностировать, значит, я привёл туда Юру, посадил, да. А он уже был полностью обследованный человек, полностью обследованный человек, они этого не знали. И вот она водит руками над ним и говорит, сердце типичное Мисоеда, сердце типичное Мисоеда, а я Юру предупредил, Юра, когда они будут тебя диагностировать, ты даже движением плеча не помогай им. Он говорит, а как это не помогать? Ну не подавай никаких сигналов, да или нет. Потому что они могут ориентироваться по этим микросигналам и идти как горячо-холодно, диагностику ставить. Я его предупредил, он дал мне слово и сидел, как коконный. И она говорит, сердце типичное Мисоеда. А Юра-то на самом деле вегетарианец. Вы представляете? Но дело не в этом. Короче говоря, потом его поместили в ЦНЯК, Центральный научно-исследовательский авиационно-каспический госпиталь, для того, чтобы изучить еще больше и определили, что у него там не хватает какого-то фермента в печени. Вот. И ему назначили определенный режим обследования. Меня попросили, ты, говорит, пойди туда и помоги ему. Меня, конечно, туда не пускают. Там вообще никого не пускали в этот момент. Такая ситуация была. Специальная. Чтобы никто туда лишний не заходил. Они мне даже придумали, ребята, ребята, они придумали кирпич, где поставить у забора, на который бы я поднялся, а Йора бы мне потом оттуда перетащил. И я, значит, у него сижу, и он мне рассказывает свое состояние, а я ему говорю, какие точки себе нажимать там по иглотерапии, чтобы у него лучше было состояние, потому что сейчас будет следующее обследование. Вот. Ну, и так мы делали. Вот оно потом получилось, что его все-таки в космос не пустили. Не пустили. Не по этим причинам, а совершенно по-другим. Дело в том, что он одновременно там наслушиваются всяких этих экстрасенсов и так далее. сам себе варил кашу. Сам себе варил кашу в своем номере. В своем номере там, в госпитале. Вот. И они потом его не пустили. Почему? Потому что он сам себе варил кашу, там, спиртовку сделал. Он такой увлеченный был этими эзотериками всякими. И он себе там по своему режиму, который он себе там придумал, по их советам всяким, какую кашу именно делать. А потом там в заключении написали, что у него неадекватное поведение, потому что он у себя в номере варит кашу. Ну, короче говоря, видите, как человек пострадал? В космос не пустили. Вот это про Юру Исавуова. А потом я вам расскажу про то, как командир Буранов, командир Буранов, Игорь Волк, с которым меня познакомил мой друг Сергей Зорин, о котором я тоже расскажу, который создал первый видео «Арган», так называемый, цветовой, который меня в свое время познакомил, вы не поверите, он меня познакомил с Терменом. Термен – величайший человек был, который забрал первый электромузыкальный инструмент в мире, да, который Ленину его демонстрировал. Вы представляете, и он меня с ним познакомил, он мне показывал такую, подшивку там показывал газет, как он с Лениным, Термен, общается, а потом мне говорит, хочешь, я тебя с ним познакомлю, я говорю, как ты можешь меня с Терменом познакомить, если он с Лениным общался, он говорит, с этим кабинетом, а это в МГУ было. Оказывается, Термен, когда вернулся, его сразу отправили в Сибирь, а он из Америки вернулся, привез на миллион, закупил аппаратуру, ну, короче, это очень интересная история, а потом его привытили, там, кабинетик ему дали в МГУ, но он собирал на лампах, на больших, потому что он этих транзисторов не понимал еще, но он был один из основателей, и там он участвовал в создании вообще телевидения, ну, вообще-то удивительные все истории, вы там посмотрите в интернете, Термен, Терменвокс, да, Буран, Буран, значит, ну, и я вам потом расскажу, что он мне говорил о состоянии невесомости, Игорь Волк, который был командиром отряда Буран, но Игорь Волк уже приезжал ко мне в Центр защиты от стресса, лечил себе позвоночник, у него очень сложно было, ну, это уже было через много лет, на Таганку он ко мне приезжал, я ему иголками лечил позвоночник, и учил разводить руки, и он выходил на это в состоянии невесомости, и он потом сказал, ну, ладно, я потом вам расскажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!